Привет, ребята! Меня зовут Лера Каменская. У меня была такая небольшая пауза на YouTube, но я вернулась наконец-то. Я наконец-то все живу перед камерой. И у меня просто не было вдохновения. Я не знала, что снять. Мне не нравилось ничего. У меня было плохое настроение. Но сегодня у меня... Вчера я была в кино. Мы ходили с подругой на фильм, который называется I feel pretty. На русском, кажется, в переводе без комплексов. Этот фильм заставил меня задуматься о каких-то вещах, которые я держала в себе, но решила сегодня с вами откровенно поговорить. Это видео, возможно, будет такое, знаете, приятное десертиком для хейтеров и каким-то, возможно, полезным видео для девочек, которые смотрят меня и сталкиваются с теми же проблемами, с которыми сталкиваюсь я. Сегодня с утра я выставила фото. У меня была такая небольшая коллаборация в инстаграме с брендом... Сейчас я выключу связь... С брендом Max Factor косметическим. Вот если вы не подписаны на мой инстаграм, обязательно на него подпишитесь, потому что я там более активная, чем на ютюбе. И я смотрю на эту фотографию. Я себе нравлюсь на этой фотографии, но, откровенно говоря, я не ощущаю, что это я на этой фотографии. То есть я вижу красивую девушку на этой фотографии, но мне не кажется, что это я. У меня очень много комплексов. Очень много. Но об этом потом. Я уже начинаю немножечко... Начинаю эмоционально. В общем, это такая для меня тема. И когда я получаю какие-то комплименты, мне в какой-то мере это приятно, но я по большей мере не верю в то, что мне говорят. Мне моя подруга Ира, когда мы начали дружить, она мне делала очень много комплиментов вначале. Типа, Лера, ты так классно выглядишь, ты так стильно одеваешься, ты там умеешь делать классные макияжи. Я клянусь, я не верила ей. Я думала, что она меня как-то, знаете, типа поддевает, типа, мол, типа, смешная такая, типа, фэшн-блогер. Но на самом деле, как бы, я потом поняла, что это моя близкая подруга и что она честна со мной и откровенна, что я действительно хорошо выгляжу. Но мне в это тяжело реально поверить. Мне тяжело поверить в комплименты, которые мне делают люди окружающие. На днях я, моя мама попросила меня скинуть ей фотографию моего паспорта, и там для документов это нужно было. И, как вы знаете, в паспорт вклеивается фотография в 16 лет и в 25 лет. Я посмотрела на эти две фотографии, так вместе их поставила. Я вам вставлю, наверное, эти кадры. И насколько я вообще внешне изменилась в лучшую сторону. Я себе больше нравлюсь на фотографии в 25 лет. У меня как-то более уже прорисовалось лицо. Как-то я научилась правильно делать макияж, научилась укладывать волосы, брови сделала более красивые. Не скрываю ни от кого уколола грудь губы. Они стали более пухлые и лицо стало более мягкое, на мой взгляд. И визуально, честно, я себе больше, вот если смотреть просто на картинку, нравлюсь вот на 25 годах, когда мне. Но я вспоминаю себя в 16 лет, сколько было самоуверенности у этой девушки, насколько она знала, чего она хочет. Она четко знала, как понравиться какому-то парню. Она знала, как себя вести с тем, с тем. Я в 16 лет была душой компании. У меня было много друзей. Я себя чувствовала просто, честно говоря, богиней. Но почему, когда я стала 25-летней, самостоятельной, симпатичной девушкой, эта самоуверенность куда-то прошла? Сейчас я хочу вам рассказать о том, о чем я стесняюсь рассказывать всем. Но я вам расскажу. Я даже никогда не завожу на эту тему разговоры, потому что это что-то мое личное. Если вам неинтересно, то выключайте это видео. Я просто хочу рассказать вам о своих комплексах. Я знаю, что они есть у всех. Я знаю, что для кого-то я очень красивая девушка, для кого-то я просто страшная уродина, с огромным носом. И просто хочу, чтобы все понимали, что у всех есть комплексы. И, во-первых, от них нужно избавляться, а во-вторых, на них не нужно обращать внимание, потому что мы живые люди. Мы не картинки из Инстаграма. Признаюсь честно, я фотошоплю свои фотографии в Инстаграме. Я не говорю, что я там прям меняю себя кардинально, до неузнаваемости какой-то. Но, например, если у меня есть какой-то прыщ, я его убираю. Или если я как-то села, то я могу подтянуть себе там живот, если он меня сильно выпирает на фотографии. Я фотошоплю свои фотографии, потому что это отчасти моя работа. Инстаграм. Но просто хочу вот вам рассказать о том, что у меня есть тоже комплексы, как у всех, и у меня они немного зашкаливают. Начнем просто с пальцев ног. У меня комплекс из-за того, что у меня на ногах торчит вот эта косточка, которая, знаете, растет. Это один из моих самых больших комплексов. Недавно я избавилась, можно так сказать, когда повзрослела. Я избавилась от комплекса большого размера ноги. У меня сороковой размер ноги, и я безумно этого стеснялась раньше. Сейчас я перестала этого стесняться. Поднимаемся выше. Мне страшно. Не нравятся мои коленки. Они какие-то дряблые. На них много кожи. Мне не нравится, как они выглядят. Идем выше. У меня есть целлюлит. Я его стесняюсь. Я хочу его прикрыть. Я перестала носить короткие юбки, как раньше. Хотя у меня целлюлит был и в 16 лет. Я не знаю, целлюлит это отдельная тема, но он у меня был и в 16 лет, и в 20, и в 25. Я думаю, что это связано с экологией, с питанием, женскими гормонами. Идем дальше. Сейчас я поправилась, и у меня появился живот. Я никогда не думала, что у меня появится живот, но у меня прям есть такой жировая такая прослойка в области живота, которую я безумно стесняюсь. Также на моих ногах у меня вырастают волосы. И какой бы вид эпиляции я не пробовала, у меня все равно вырастают волосы. Поэтому для меня сезон купальников это всегда огромнейший стресс. У меня очень маленькая грудь. У меня, если смотреть пропорционально, у меня не совсем нормальная пропорция. Я стесняюсь того, что у меня маленькая грудь. В принципе, как бы я не могу сказать, что я там хочу огромную себе пышную грудь, но так как я, можно сказать, стилист, и мне важно создание пропорции, у меня непропорционально маленькая грудь по отношению к моему росту и к моим бедрам. Представляете, сколько комплексов, да? Вот для меня это такое откровение сейчас вам это рассказывать. Идем дальше. У меня неровные ключицы и у меня сколиоз. Я тоже стесняюсь своей спины. Что касается рук, слава богу, я не стесняюсь своих рук. Я довольна своими руками. Боже, как это глупо звучит. Идем дальше. У меня была асимметрия губ. Даже до того, когда я сделала гиалуроновые инъекции, у меня была эта асимметрия. И мне она не нравилась. Я хотела ее изменить за счет уколов, но она опять же все-таки не изменилась. Следующий один мой очень большой комплекс, это мои зубы. В детстве я носила брекеты. Я носила брекеты около двух лет, потому что у меня кривой клык. Он у меня очень сильно торчит. Раньше он был просто безумно кривой. И меня многие спрашивают, Лера, почему ты не улыбаешься на фотографиях? Да просто потому, что я стесняюсь своей улыбки и стесняюсь своих зубов. И вот сейчас опять хочу ставить брекеты. Как вы уже знаете, я стесняюсь своего носа. Мне не нравится его форма. Мне кажется, что он слишком длинный, что у меня большая горбинка. И я недовольна своим носом. Я недовольна кожей своего лица, потому что у меня огромные поры. И когда-то я сидела с мальчиком на свидании, и он у меня спросил, Лера, у тебя что был проколот нос? Просто потому, что здесь у меня просто огромнейшие поры. Еще один мой большой комплекс это мои волосы, потому что они пористые, и они выглядят как будто они просто убитые, как будто я за ними не ухаживаю, хотя я очень много времени уделяю именно волосам. Следующий мой комплекс детства это мои уши. У меня лопоухие уши. Я страшно этого стесняюсь, поэтому вы меня никогда в видео не видите с косичками, с хвостиками, потому что я стесняюсь своих ушей. Что касается каких-то моих внутренних комплексов, я стесняюсь выступать на публике. Для меня это большой стресс. Моя мама постоянно меня перебивала, все время меня поправляла, все время говорила, что я не умею разговаривать, что я не умею излагать свои мысли. И поэтому я просто стесняюсь открывать рот в контакте с незнакомыми людьми, особенно когда этих людей много. И еще один мой такой комплекс. Я стесняюсь того, что у меня очень низкая физическая выносливость, я очень быстро устаю, у меня очень быстро начинается тахикардия. Я не могу пробежать, не знаю, 5 километров. Для меня это просто какая-то сумасшедшая дистанция. И да, я даже стесняюсь этого, чтобы вы представляли. Это все я назвала для того, чтобы сказать вам, что для всех понятия красоты абсолютно разные. Кто-то мне нравится, кто-то мне не нравится. Очень важно то, что находится у вас внутри. Если вы поверите в свою красоту, то и все в нее поверят. Вот как было в этом фильме. У меня есть на примере две знакомые девушки, которые довольно-таки симпатичные по мнению окружающих наших знакомых каких-то. Я их знаю еще там с самого-самого детства. Но для меня они просто вообще некрасивые. Они для меня просто уродливые. И когда мы с кем-то обсуждаем, то я не верю в то, что этот человек вообще красивый. Все только потому, что он уродливый внутри. Я знаю, какие поступки совершали эти люди. И для меня они просто уродливые. И я не верю в их красоту. Я ее просто даже не вижу. Вы представляете, насколько тонка вот это вот понятие красоты, вот этих стандартов. Кому-то нравятся полные люди, кому-то нравятся худые люди. Кто-то компенсирует, например, очень часто худым мужчинам нравятся пышные женщины, чтобы с формами были. Кому-то наоборот нравится. Я знаю, что очень часто люди даже просто на психологическом каком-то уровне выбирают себе пару за счет того, что они приблизительно похожи по цветотипу, по цвету волос, по размеру ноги даже, по росту. А есть люди наоборот, которые выбирают себе кардинальную противоположность. Красота — это очень индивидуальное. И, наверное, не я могу судить о том, как стать самоуверенной, потому что во мне этого нет. Я не самоуверенный человек. И мне часто пишут, Лера, как стать самоуверенной. Но я хочу поделиться с вами советами, которые часто помогают мне, когда у меня какие-то приступы хандры, когда я себе не нравлюсь. Или, например, когда мне нужно что-то сделать, например, пойти на свидание элементарно. Я стесняюсь, потому что мне кажется, что я просто уродина, я не нравлюсь вообще мужчинам. Потому что, кстати, на секундочку, мужчины очень аккуратно ко мне относятся. Я не знаю почему, но будут знакомиться со всеми вокруг, кроме меня. Мне очень часто говорили мои знакомые до того, как мы начали общаться, что, мол, Лера, когда я тебя увидела, увидела, я думала, что ты такая снежная королева, такая очень высокомерная. Я не знаю почему, но у людей иногда складывается обо мне такое впечатление. Но сегодня я хочу вам рассказать о том, что мне сказали психологи, то, что я приобрела путем каких-то проб, ошибок в своей жизни, своего опыта. Как не войти в это состояние закомплексованности и как попытаться из него выйти. Первое, что очень бьет по самооценке, это ваше окружение. Это люди, которые с вами общаются, которые могут, даже не хотев, создать какие-то комплексы. Например, как моя мама, которая мне постоянно делает замечания насчет моей речи. Она, наверное, хочет просто, чтобы я лучше говорила или не знаю, в общем, что она хочет. Возможно, она просто хочет мне как лучше помочь мне. Но она сделала вот такой вот большой комплекс, развила во мне, что я стесняюсь выступать, когда передо мной много людей. Хотя я знаю, что, например, в мой YouTube подписано уже 55 тысяч людей. Боже, это сумасшедшая сумма. Спасибо, кстати, большое вам за то, что вы со мной. Но есть люди, которые действительно могут задевать. Если вы чувствуете, что среди вас есть такие люди, во-первых, скажите им об этом. Скажите, например, Маша, я тебя люблю, я хорошо к тебе отношусь, я хочу проводить с тобой время. Но вот эти твои какие-то замечания, советы, подколки, шутки, они меня оскорбляют. Вы можете думать, а, нет, оно там типа пускай говорит, мне все равно, но на самом деле оно где-то на подкорке вашего мозга, оно остается, и когда-то оно вот так вот выплескнется на вас, как на меня выплескнулось. Видите, я даже иногда начинаю заикаться, потому что я переживаю, когда разговариваю. Второй мой совет. Делайте больше комплиментов тем, с кем вы общаетесь, своему окружению. Возьмите за привычку с вашими подругами делать друг другу комплименты, делать их красиво, подчеркивать всегда, когда какая-то просто красивая девушка идет по улице, сделать ей на улице комплимент. Я вот когда делаю кому-то комплимент, например, я там стою в очереди где-то в магазин, или, не знаю, где-то в кино пришла, неважно, где я нахожусь, я могу подойти спокойно к девушке и сказать, девушка, у вас такие классные волосы, чем вы ухаживаете за ними, или, боже, какая классная сумка у вас, где вы ее купили, у вас обалденный стиль. Это очень круто. И чем больше вы будете говорить комплиментов, тем больше вы будете получать комплиментов. И третий мой совет, это уже более такой механический совет, который я прорабатывала со своим психологом, который, в принципе, мне помог, периодически помогает. Я открываю свою тетрадь, и мне освежается как-то моя память. Напишите, возьмите, сделайте колонку, разделите лист бумаги на две части, и в первой части напишите все свои плюсы. Напишите все, что вам нравится в своем характере, абсолютно все. Хвалите себя за все свои какие-то возможности, за то, что вы умеете, например, доброе, честное, отзывчивое, не знаю, все-все-все-все-все по полочкам, за то, что вы можете себя похвалить как человека. Похвалите себя за какие-то свои возможности. Например, я умею вязать, я умею шить, я умею монтировать видео, я умею вкусно готовить, я умею разговаривать на французском, я умею проплыть 10 километров, я умею спрыгнуть со второго этажа. В общем, все, что какие-то свои возможности, пускай они будут не очень особенные, но вы умеете и делаете это хорошо, напишите их. И также в ту же колонку напишите все свои внешние плюсы. Вот, например, даже мне. Я говорю, что мне не нравятся мои волосы, да, они сухие, но параллельно мои волосы, они густые, они объемные, они волнистые, и это также является моим плюсом. Поэтому пишите, хвалите себя. И во вторую колонку напишите все, что вам не нравится в себе. Вот только честно, откровенно. Не так, как я вам там сейчас вот про колени рассказала, это какой-то такой недостаток, на который, в принципе, можно не обращать внимания. Но вот, например, моя улыбка, она меня очень сильно смущает, я очень комплексую, я вообще не могу улыбаться. И я в свою таблицу, я сейчас не помню, честно, что я там написала, но у меня было три пункта, которые мне больше всего во мне не нравились. Во-первых, это моя улыбка. Во-вторых, это то, что я не могу публично выступать, то, что я стесняюсь, я боюсь большого количества людей. И третье, это моя физическая выносливость, то, что я очень быстро устаю, то, что я пройдусь по городу, я уже запыханная и потная вся, мне это очень в себе не нравится. Вот я написала, честно, три таких пункта, которые мне в себе безумно не нравятся. И что нужно с этим сделать? Нужно просто это изменить. Значит, мне нужно пойти на курсы ораторского мастерства, научиться выступать, перестать бояться, хотя в детстве я ходила в театральную школу, и я хотела выступать в театре, потому что у меня не было комплексов вообще. Также мне нужно избавиться от моих зубов мудрости и опять поставить повтор на себе брекет и наконец-то выровнять свою хреновую улыбку, свой этот клык, который у меня торчит, из-за которого у меня асимметрия, собственно, губ. И да, и начать заниматься спортом, больше кардио заниматься, чтобы повышать свою выносливость. Вот. Так что запомнили. Вычеркиваем людей, которые вас унижают каким-то образом, или хотя бы с ними разговариваем, делаем много комплиментов всем вокруг и пишем эту таблицу, в которой вы подчеркиваете все свои плюсы и решаете свои вопросы со своими минусами. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Я честно вам рассказала о том, чего стесняюсь я. Можете мне рассказать, чего стесняетесь вы. У каждого какие-то свои заморочки, но это не самое главное в жизни. Главное в жизни — это быть здоровым, чтобы с вами были ваши близкие. И не забывайте об этом, потому что мы очень часто об этом забываем. Всё. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok